Как долго человек может не спать? Мы решили проверить. Добровольцем стал наш режиссер Анатолий Клоков. Как вас зовут? Меня зовут Анатолий. Анатолий Татьяна Владимировна. Очень приятно. На время эксперимента каждое утро Толи будет начинаться с посещения врача и необходимых обследований. Положите голову прямо на спец, глаза закрыты. Сидим спокойно, не шевелиться, не моргать, не разговаривать. Давление у вас 120 на 80, пульс 72, кардиограмма в порядке, электроэнцефалограмма в норме. С экспериментом вы можете приступать. Мы веселимся, ставим ставки и идем на работу. День должен выглядеть как обычно. Камеры будут следить за Анатолием круглосуточно. Первая бессонная ночь далась Анатолию легко. Он готовил, убирался, дурачился на камеру. Сохранится ли его игривый настрой на вторые сутки эксперимента? Анатолию предстоит обычный рабочий день. Будет ли он отличаться от остальных, учитывая, что показатели организма уже изменились? Заметных изменений я не вижу. Но у меня сейчас еще съемка, поэтому меня это спасет. Единственная дорога. В дороге усну. Толя, кофе у меня есть будешь? А, зайдем. Только не на камеру. Ладно, давай. Ваше здоровье. Сток увидел. Мы выехали смотреть локацию для программы «Вкусно по ГОСТу». До этого у нас была съемка на даче. Сейчас мы приехали сюда. Я заметила, что у нашего режиссера уже периодически наблюдаются какие-то провалы в памяти. И реакция стала немножко замедленной. И я начинаю просто переживать, что там будет. Ты должен прям вот понять, как ты хочешь объяснить. Это у меня сегодня как раз. У тебя будет целая ночь, чтобы в этом подумать. Целая ночь, чтобы в этом подумать. Вторая бессонная ночь точно будет тяжелее, чем первая. Может быть, сегодня наш испытуемый уснет? У меня как будто заканчиваются батарейки. Сегодня вечером, ближе к концу рабочего дня, мы ездили за город. Вдоль трассы есть лесопосадка. И вот среди вот этих деревьев я уже даже начал увидеть силуэты людей. Сегодня у Анатолия нет сил на дурачество и даже уборку. Он решил смотреть кино. Когда я ем, у меня в голове как будто какой-то уже сон там прорисовывается. Уже двое суток без сна. Вы подходите к тому порогу критическому, когда могут зрительные галлюцинации, слуховые начаться. Я считаю, что уже бы пора заканчивать. А на энцефалограмме что? На энцефалограмме у него идут, вы знаете, вот как медленные волны, как во время сна. То есть он уже засыпает. Давление стало еще ниже – 90 на 70. Пульс замедлился. Врач против продолжения эксперимента. Но Анатолию предстоит как минимум еще один рабочий день. Состояние нормальное. Мне даже кажется, что лучше, чем вчера. Тебе что нужно – картинка или вкус? Нет, я просто спрашиваю. Спрашиваю. Я спрашиваю. Так, вот Оле, начались какие-то проблемы с речью, судя по всему. Спрашиваю. Ну ты как? Нормально. Гудят ноги и покалывают в груди. Давай заканчивай. Хочется и колется. Я хочу посмотреть, чем все-таки закончится это все. Возможно, вид у меня немного… Я говорю, возможно… Возможно, вид у меня немного… Нет, фу, не то. То, что ты правил… Все, уже не могу. Пашка не работает. Наступает третья ночь. Анатолий побил рекорд. Мы были уверены, что он сдастся уже после второй. Время четырнадцать пятьдесят седьмого. Можно сказать, уже ночь закончилась, уже идет утром. Мой любимый автор. Да, мой любимый автор. Ну я, не знаю, ложиться спать или уже не ложиться, а приехать на работу и потом поехать на съемку. Кажется, у Анатолия открылось второе дыхание. Он был намерен продолжать, но в этот момент мы объявляем эксперимент оконченным. Режиссер нам еще понадобится. Смотрите наши эксперименты в плейлисте NLP. А чтобы не пропустить новые выпуски, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Спасибо за просмотр.